Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем Часть 4 Израиль Глава 1 Свободный мир Первые впечатления В первую пятницу по приезде в Израиль Мы с сыном под вечер пошли к Котелю Котель Маарави Западная стена Или стена плача, как еще называют Где он находится, мы не знали Спросили прохожих На Идиш Нас проводили, а потом показали, как возвращаться Так мы познакомились с рабонит Эстер Финкель Племянницей Хазуныша Женой руководителей Ешивы Мир Рава Бейныша Финкеле Рабонит Финкель была с дочерью и зятем Оказывается, они тоже нас заметили И зять сказал теща Видишь этих людей Сейчас они спросят, как пройти к Котелю Наши новые знакомые пригласили нас к себе Потом Бенцуон стал учиться в Ешиве Мир Эти люди рекомендовали нас Рабонит Шушани Эйдельман Благословенно память праведницы Их слово было веско И Рабонит Эйдельман просватала Сару Для нас, пришедших в Новый Мир и еще не освоившихся в нем Это была большая помощь Когда я ехал в Израиль, я думал Здесь нет такого, чтобы намеренно не слушаться Тора и работать в субботу Я знал, что здесь так называемая свобода Но не представлял себе, насколько широкая Чтобы были школы, где почти ничему еврейскому не учат И люди не знают Шма, Исраэль и десяти заповедей Этого я не ожидал Так чем же они евреи? Они, конечно, дети евреев Но еврейство — это убеждение Это заповеди Приехали мы во вторник А в субботу я иду по улице и вижу Кто-то подходит к машине и собирается ехать Я ему говорю Слиха, а йом шаббат Простите, сегодня суббота А он мне Азма Ну и что? Я допускал, что кто-то дома нарушает шаббат Курит, но на улице Мне захотелось, поверьте, бежать в посольство И ехать назад, в Россию Сердце говорит — бежать А разум — ты вырец Исраэль И разум победил Герер Ребе Через две недели в шаббат мы с Реба Аароном Рабиновичем Свояком вышли погулять Вдруг видим — толпа Что случилось? Аарон говорит — не пугайся Это люди идут Герер Ребе Ребе из польского города Гура Кальвария Гер Наидыш По-русски говорят — гурский Ребе Герер Ребе, к которому двигался этот поток Был Раф Исроэль Алтер Благословенно память праведника Это был великий человек Его ученики записали его беседы На темы недельных глав Торы и еврейских праздников И издали после его смерти Назвав книгу по его имени — Бейт Исраэль Отец Равы Исроэля Алтера Предыдущий Герер Ребе Раф Авром Мардыхай Алтер Возглавлял гурских хасидов больше сорока лет Он был близким другом Хафетсхайма И вместе с ним — одним из основателей Агудат Исраэль До Второй мировой войны у Рава Аврома Мардыхая Было около миллиона хасидов — духовных учеников Рассказывали, что в приемные дни Герер Ребе Железные дороги были забиты его хасидами Расскажу такой случай На празднике хасиды приезжали к своему Ребе Один хасид был доносчиком Он почему-то не поехал, а написал Раву письмо И просил благословения на празднике Тогда же он написал и другое письмо Донос властям на Герер Ребе и его сына И перепутал эти письма Герер Ребе получил донос А полиция — письмо на Идиш с просьбой о благословении Самое интересное Не могу этого понять, но Ребе знал лучше меня, что делает Доносчик так и не узнал, что перепутал письма И потом не раз приезжал к Герер Ребе Который не подавал виду, что знает, кто он Я прочел об этом в книге воспоминаний о Герер Ребе Он предупредил близкого человека, что такому-то доверять нельзя Мы с Рабиновичем вошли и через 20-30 минут приблизились к Герер Ребе Люди шли очень быстро Я новый человек, и Рабинович говорит Он из России, он и там старался в субботу не работать Выполнял, что мог Ребе Сроэль-Алтер быстро подает мне руку и говорит Слушай, как ты вел себя там, веди себя и тут Ни капли не изменяй, ты слышишь? Я удивился, что значит как там, так и тут Это же Израиль Здесь все должно быть по-другому В сто раз лучше и сильнее Только потом я понял, насколько было глубоко это сказано Меркас Клета Центр абсорбции В центре абсорбции, в Катамонах, где нас поселили Работал один религиозный человек Звали его Маше Маше сказал нам Посуда, которая здесь, не для вас Мы не могли понять Мы-то думали, в Израиле все продукты кошерные Моя жена хотела даже всю нашу посуду оставить в России И купить новую Наша посуда недостаточно кошерна для Израиля Но в чем, в чем, а в нашем кашруте я был уверен Так что посуду мы привезли Из рассказа Хавы Мы входили в автобус и на нас обращались все взгляды Мы выделялись одеждой Сейчас этого не замечают, но тогда все носили мини И я была в Катамонах единственной девочкой в длинной юбке Как-то мы ехали в автобусе И кто-то сдернул с маминой головы косынку Религиозные женщины покрывают голову Тогда религиозные и нерелигиозные были намного более разобщены Сейчас Израиль очень изменился Появилось много боолей тшува Когда мы приехали, пришла тетя Келя, мамина сестра И сказала Газет не читайте, в кино и в театр не ходите Телевизор не смотрите Нельзя Мы подумали Что это такое? Что за глупости? В свои 10 лет я в Ташкенте прочитывала несколько газет в день И считала, что только очень отсталый человек не читает газет Где мы находимся? Что это за место такое? Все какие-то отсталые и ничего нельзя И религиозные очень отсталые и нерелигиозные Куда мы приехали? Да, тогда в России газеты были кошерные То есть без гадостей И телевидение тоже Свободный мир оказался совершенно непристойным От него пришлось держаться подальше Ну да ничего, нам не привыкать И здесь привыкли понемножку Вот интересно Статистика говорит, что в Израиле при достаточно высокой общей преступности Нет преступности в Меашаарим Религиозном районе Иерусалима И в Бнебраке нет В религиозном городе А по бедности Они самые бедные в Израиле И еще утверждают, будто преступность связана с бедностью Меркас Калита устроил для новых репатриантов празднование Песах Что это было за празднование? В Йом-Тов в праздничный день, когда поездки запрещены Повезли на автобусах в Кибуц Где на столах лежало и маца, и хлеб Демократия! Я узнал об этом и пытался предотвратить поездку Ничего не вышло Так невинные в своем незнании репатрианты Встречали свой первый Песах в Израиле Наша посуда еще не прибыла А приобрести новую на Песах стоило больших денег Рабанит Финкель предложила Гите организовать праздник для ешеботников Которые на это время не разъезжаются по домам, а остаются в Ешиве Нам предоставили квартиру рядом с ребятами И жена весь Песах готовила для них еду Недостающего для Миньяна в Меркас Калита приходилось искать, как в Ташкенте Собирал Маше Он лучше знал обстановку Он притаскивал ребят лет 13-14 из соседних нерелигиозных домов Я решил обмануть их В каком смысле обмануть? Сказано, что каждое слово Торы действует на человека Оставляет след в его душе Когда мы завершали молитву, я говорил Я задержу вас не больше, чем на полторы минуты Если окажется, что на две, плачу штраф Я открывал Тору, недельную главу И прочитывал два-три стиха И это стало для них привычным Прошло лет 15 Встречают меня на улице какие-то люди Здороваются Я спрашиваю Откуда вы меня знаете? Они отвечают Забыл? Ты читал нам истории? Смотрю Кое-кто уже в кипе А кто-то и в Яшиве учится Говорят Началом были твои псуким Пасук это стих Эти полторы минуты Где учиться? Хотя я видел, что в Израиле по субботам ездят на машинах Но уж насчет школ у меня сомнений не было Я собирался отдать детей в любую религиозную школу Думал, если чего-то им там не хватит Я их дома подучу В центре абсорбции жил еще один религиозный Оле Репатриант Йомтов Штраус Узнав, что я собираюсь послать детей в первую попавшуюся Религиозную, естественно, школу Он сказал мне Советую вам пойти и посмотреть, в какую школу вы отдаете детей Зачем? Я вам советую Я не понял, но пошел Прихожу в одну школу Смотрю, женщины одеты как-то не совсем скромно Спрашиваю Есть другая школа? Говорят, есть Пошел туда То же самое А еще есть школы? В Меркас-Клита мне сказали, что больше нет Но Йомтов Штраус не знал, что в Баэтвагане есть более серьезная школа Мы договорились по очереди возить детей туда Ездили каждый день двумя автобусами Но школа была хорошая Из рассказа Они могли бежать за мной и кричать что-то Я даже не понимала, что Но не больше Моей младшей сестре в школе приходилось трудно В религиозной школе дети из России Они знали только у Лим из Америки Мы были какими-то непонятными существами И религиозные И из России Они не могли общаться с нами А мы с ними Но мы научились Интересно получилось с учебой Бенциона Я ему предложил Зайди во все Ешивы Позанимайся в каждые несколько дней Где почувствуешь, что получаешь знания и Ират Шамаем Страх перед небесами Богобоязненность Там останься Он прошел по нескольким Дошел до Ешивы мир И сказал Больше никуда не иду Ешиву тогда возглавлял Рафхайм Шмулевич Он плакал, когда проверял знания Бенциона Мы женим детей Первой мы выдавали замуж Сару Я бегал-бегал И нашел для молодоженов недорогое жилье Владелец квартиры выдвинул два требования Первое Плату за аренду вносить в начале месяца Второе В случае прихода Машеха Освободить квартиру в течение двух недель Тут же составили договор У меня подходящей бумаги не было И копию я набросал на проездном билете для автобуса Еще не целиком использованном Хранил я его два года Пока мы квартиру снимали Потом хотел было воспользоваться Пять-шесть оплаченных поездок Деньги ощутимые Но он уже был недействителен По поводу квартиры У зятя претензий не было Но условия аренды Его не устроили Что значит Через две недели съехать Месяц хотя бы предоставили Сегодня у Сары Благословен Всевышний Девять детей Жена пошла работать на кухню в Ешиву Мир И подрабатывала на почте и в магазине Позднее она устроилась лаборантом В семинарии Байт-Яков Учебном заведении для религиозных девушек Из рассказа Хавы Саре, старшей сестре, было 24 года И мама хотела, чтобы она скорее вышла замуж Мама сразу по приезде поняла обстановку Она видела, чтобы выдать дочь замуж, как подобает Нужны деньги В Израиле принято, чтобы за девушкой Которая собирается замуж за учащегося Ешивы Давали преданное Мама решила срочно начать работать Папа сказал Надо иметь бетахон Уверенность в помощи Всевышнего Мама сказала Ты будешь выдавать своих дочерей замуж бетахоном А я тем, что буду зарабатывать В течение нескольких лет Мама работала без отдыха Матери наших подружек так себя не вели Через год после приезда вышла замуж моя сестра А еще через полгода женился брат Маме было очень важно, чтобы ее дочь не чувствовала себя ущемленной Она сумела выплатить все деньги за квартиру моей сестры Затем за свою квартиру И тогда начала собирать деньги для меня и моей младшей сестры В нашем доме всегда все зарабатывалось тяжелым трудом И, конечно, Всевышний очень помогал Ведь это невероятно, чтобы женщина, приехавшая в 50 лет, сумела купить три квартиры в течение 10 лет Собственную квартиру родители получили как помощь с небес Банковское судо в шекелях не была прикреплена к индексу цен Произошла большая инфляция И долг иссяк Мама говорила, что эту квартиру ей дали в подарок Квартиры детям мы покупали в долг Чтобы выплатить долги, жена, уже работая лаборантом, не оставляла работу в Яшиве Подавала еду по праздникам, пятницам и субботам Потом оставалось мыть посуду Так что, начав в пятницу, кончала работу в 10 вечера в субботу Все это время мы ни разу, ни одного праздника не были вместе Только забегали туда поесть Рабанит Финкель, которая заведовала хозяйством, была очень довольна Гитой А дело было нелегкое В праздники и в субботу в Яшиве собиралось человек 300 А у литовских евреев обычай какой? Свобода Все в разное время молятся А значит, у всех в разное время трапеза Это у Хаббада все строго в одно время Все в микве, все на молитву А у нас, ну хочет человек молиться у Котеля Что ты ему сделаешь? Он и приходит в три часа на трапезу Так прошло около пяти лет Однажды вечером Гита пожаловалась на сильную головную боль И внезапно потеряла сознание Это произошло 19-го Тевета В годовщину смерти ее брата Он умер 18-го Тевета Ночью Гиту отправили в больницу Адаса Диагноз – кровоизлияние в мозг Но благословен Всевышний здоровье восстановилось И Гита продолжала работать Но не так напряженно, конечно В Америке Я приехал в Эр-Цесраэль 23-го Швата А вскоре, как я уже говорил Мне предложили поехать в Америку Для участия в сборе денег на религиозное обучение детей Мы должны были прибыть до субботы Но самолет задержался Летим и боимся, что не успеем добраться до захода солнца Я говорю с летчиками и тороплю их Договариваюсь со спутниками провести субботу в аэропорту Я взял с собой на всякий случай кирпич хлеба и банку консервов Когда мы приземлились, до захода оставалось совсем немного Вдруг видим Прямо по летному полю мчат две полицейские машины Мы примчались домой до захода солнца И я еще успел в миг водозажигания свечей Оказывается, кто-то предупредил полицейских Что прилетела делегация из Израиля Которой необходимо прибыть на место до наступления субботы И сообщил адрес моих родственников Они послали эти две машины и заехали за Равом Рабиновичем Эти дни в Америке были очень счастливые Я встречался со многими людьми и много выступал Был у Рава Маше Фейнштейна и беседовал с ним Мы говорили о Торе Слова от садика много значат Когда я уезжал, Рав Маше дал мне 50 долларов Я не хотел брать Рэбби, я собираюсь работать Так он мне сказал только четыре слова из Талмуда Анотель прута ми иов мид барех Взявший грош у Иова благословиться Я понял, что он дает мне эти деньги, чтобы они принесли мне удачу В Талмуде сказано, что Иов не только сам был удачлив Но и всякий, кто с ним торговал, брал грош из его руки И получал этим грошом удачу Шутки шутками, но эти 50 долларов были первыми, что мы внесли за квартиру Сары В шаббат на третьей трапезе в синагоге должен был говорить Рав Мойше Фейнштейн А он настоял, чтобы говорил я Я так заговорился, что не успели поесть Сатмарский Рэбби Я посетил Сатмарского Рэбби Вид у него был, как у ангела Я не видел еще такого лица Он мне тоже хотел дать 50 долларов, но я не взял Потом его знакомые обижались, что я не говорил с ним Диврей Тора Но он был только после болезни И я боялся его утомить А они сказали, что это принесло бы ему радость Увидеть человека из России, который говорит Диврей Тора Любавический Рэбби Я пробыл у Любавического Рэбби час пятнадцать минут С четырех до пяти пятнадцати ночи Причем больше говорил он, чем я Я задал ему вопрос Чем мне заняться в Израиле С одной стороны, есть у меня серьезная работа по высшей алгебре И это для меня легко Я мог бы работать в университете и больше времени учить Тору С другой стороны, я могу преподавать Танах, Талмуд Не знаю, чем заняться Где я принесу больше пользы Рэбби мне ответил так В Израиль сейчас приезжает много евреев из России Подавая российским властям заявление на выезд Они пишут, что хотят уехать в Израиль по национально-религиозным мотивам В этой стране они лучше не станут Там, в Союзе, им хоть ради выезда стоило считать себя евреями А в Израиле вообще никакого интереса Если здесь ими никто не займется Они наберутся влияния улицы Начнут уезжать в Америку и другие страны И произойдет хилюляшем Осквернение имени Всевышнего Они ведь назвали религиозные мотивы А поступки их будут нарушением Торы Поэтому, сказал Рэбби Я не вижу митсвы большей, чем заниматься русскими олим Что осталось бы от ангелов Благотворительный обед состоялся в воскресенье Зрелище было красивое Были все великие люди Торы, а также богачи Первым говорил я Я сказал так Если бы взяли чистых ангелов И спустили в этот мир в семнадцатом году И дали им пережить революцию Разгул банд Петлюры и Деникина Махно и Колчака Гражданскую войну Во время которой были убиты 300 тысяч евреев И коллективизацию Когда крестьян, отняв у них все дочисто Сослали в Сибирь И действия новой власти Которая немедленно закрыла еврейские школы И посадила за решетку тех, кто обучал Торе И репрессии тридцать седьмого года Когда миллионы были расстреляны без причины Посажены в лагеря, откуда вернулись очень немногие И еще гитлеровскую оккупацию Когда девяносто процентов евреев Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и Украины Были уничтожены И голод в Ленинграде А после войны обвинения в космополитизме Процесс врачей Так я уверен, что от этих ангелов Ничего бы не осталось А в России, несмотря ни на что Нашлись евреи, которые рисковали жизнью ради соблюдения Шаббата, Кашрута, законов Таарат Мишпаха Учили детей Торе, выполняли митцвод И выжили Каждый шаг был опасен И каждый час свободы был спасением Как сказано в пророках Ут муцаль меэш Головешка, спасенная из огня Это чудо, тем более, что огонь-то был не один Опасности подстерегали со всех сторон И я рассказал им многое из того, что рассказал вам О Рэбе, с которым встретился в Грузии Только я не назвал ни города, ни имени этого человека Чтобы не навлечь на него неприятности И про 90 учеников в день И про взятки милиционерам Рассказал о себе Не называя себя Как об учителе, который 20 лет проработав в школе Никогда не писал в субботу И оставил научную работу ради возможности Жить как еврей и уехать в Израиль О семье этого учителя Его жене-учительнице, никогда не нарушавшей субботу О детях, которым родители находили учителей Закрывавших глаза на то, что эти дети не приходят в субботу в школу А потом это заметили И я рассказал, как на собрании На вопрос «Вы верующий?» Учитель ответил «Да» И зал прямо вздрогнул Продолжил я так Невзирая на трудности Люди выезжают в Израиль ради детей Мы надеялись, что в Израиле нам, наконец, не надо будет воевать за выполнение заповедей Торы Мы надеялись увидеть здесь множество евреев, изучающих Тору К сожалению, положение не такое, какого мы ожидали И есть опасность, что наш труд по воспитанию детей может пропасть даром Этого нельзя допустить Надо усилить в Израиле хину хацмаи Частное независимое религиозное образование И тогда у нас будут поколения, сильные в еврействе, верующие в Бога Когда я говорил, люди начали посматривать друг на друга И Равмаше Файнштейн переглянулся с кем-то, когда я рассказал про того, кто каждый день Тайно обучал девяносто детей И они начали давать деньги Я поблагодарил устроителей собрания и сказал еще Сказано в Торе Слушай, Израиль Господь Бог наш, Господь един И люби Господа Бога твоего всем твоим сердцем А как узнать, любишь ли Бога всем сердцем? Вот дальше и сказано Пусть слова эти, которые я заповедовал тебе сегодня, будут в сердце твоем И учи им сыновей своих Кто любит Бога, у того дети в светской школе не учатся Я знал, что порой у американских евреев Желание дать детям престижное образование перевешивает более важные вещи Потому и сказал И закончил Отец учил меня и Алифбет, и Танаху, и Гемаре, и Шулханаруху Он был мой единственный Ребе Я тоже учил этому своего сына Бенциона Научи этим словам своих детей Тот, кто любит Бога, будет это делать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok